И с профессиональным праздником мы поздравляем филолога, писателя, поэта Рината Волюлина. Ринат, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Спасибо за поздравление. А замечательный день, мне кажется, да? Всемирный день поэзии. Приятно, что есть такой день. Ну, вы его как-то собираетесь особо праздновать, стихотворение посвятите ему? Я думаю, шампанское. Ну, это уже вечером. А ранним утром мы знаем, что у вас есть, да и вообще все интернет-пользователи знают, что есть замечательные стихи для гурманов, которые там 155 тысяч подписчиков в вашем официальном паблике. Как появились эти стихи? И они действительно для гурманов? Ну, стихи появились внезапно. То есть они пришли, можно сказать, вместе со страничкой ВКонтакте. В интернобиле на вас. Да, именно страничкой ВКонтакте. И до этого они писались просто в стол, а потом... Потом в интернете, да? Просто в столе как-то... Росла публика, и само название за себя говорит то, что стихи для тех, кто любит вкусно почитать. То есть я ушел от рифмы, я перешел к стихам в прозе, а потом уже от стихов в прозе мне легко было перейти... К самой прозе? К прозе самой. Ну, кстати, вы называете даже новый стиль, можно сказать, придумали, сенсорная поэзия. Что это такое? Да, расскажите об этом. Ну, вы же, наверное, имеете айфоны, да? То есть одним касанием вы проникаете в сеть, в мир виртуальный. То же самое происходит с моими читателями. То есть буквально с одной цитаты, буквально только прикоснувшись к моим буквам, они сразу погружаются в произведение, и произведение можно начать читать с любой страницы. Как здорово, кстати, вот такое сравнение... И очень удобно, да. Да, с современными техническими средствами. А у вас есть какое-то любимое стихотворение? Вот в первом сборнике или уже там есть стихи для Гурманов-2? Ну, есть стихотворение, да, оно довольно известное и распространенное в сети. Называется «Свидание», да? Представьте мужчину, женщину в ресторане, и девушка говорит. Позвольте сегодня я угощу, если только любовью. Вам с капризами, со скандалами или ласковую, мне покрепче. Я люблю неразбавленное. Да, это действительно очень популярное стихотворение. И я вот тоже, когда сегодня мы рассказывали про современных поэтов, неоднократно видел, что все его перепостят, делятся им. Потому что, конечно... Ну, видимо, оно близко. Можно такое сравнение еще, да? Сборничек, я просто хочу еще обратить внимание на обложки книг Рената Валиулина. Обложки в большинстве случаев это тоже ваше творчество. Да, то есть вы не только пишете. Ну, я просто... Одно из моих ремесел — это художник-оформитель. И когда вопрос зашел о издании первого сборника стихов, долго подбирал обложку, не мог никак остановиться на чем-то конкретно, решил взяться за старое ремесло. Взял кисти, холсты и сделал картину. Ну да, и после этого уже это стало традицией. Ну, я изменил вот в последнем романе «Безумие». Здесь у меня аппликация. То есть мне хотелось более ярко передать все противоречия, которые возникают в этом романе. Поэтому мне показалось, что аппликация будет более жестким. А вот этот художественный стиль, как мы видим, где валяются поцелуи, как вы его определяете? Может быть, тоже какое-то название особое придумали для этого направления? Нет, но просто были какие-то художники, которым мне нравились, как пишут, например, серии экспрессионистов и также русские художники. Давайте к прозе теперь немножко перейдем. Тем более, что есть два новых романа. Да, поговорим о новых ваших книгах. И, кстати, вот покажем как раз ту самую аппликацию, о которой мы говорили, роман «Безумие», который вы уже вовсю представляете в разных городах, о нем рассказываете. Вообще вот расскажите, пожалуйста, ваши встречи с вашими читателями, как проходят, о чем вы говорите, что обсуждаете, читаете ли вы стихи, или больше как-то вам интересно послушать мнение о ваших книгах? Ну, этот роман возник не случайно. Как хорошо там сказано в аннотации, если вы будете читать его дома, вы увидите себя, если вы будете читать его в транспорте, вы увидите других, если вы будете читать его под открытым небом, вы увидите, как сходит с ума планета. Поэтому много взглядов, и, соответственно, мы видим, как мир потихоньку сходит с ума. А что касается моих встреч, как раз вот последняя встреча проходила в Москве, да, собралось безумное количество людей, и было очень приятно. Но вопросы обычно такие довольно стандартные. Как вы начали писать. Какие новые книги. Вот, кстати, про новые книги. Вы работаете вот всю над продолжением самого известного вашего произведения, «Где валяются поцелуи». На какой сейчас стадии, когда нам ждать продолжения? Ну, просто роман, честно говоря, я не ожидал, что будет иметь столько поклонников. То есть я уже прочитала больше миллиона людей, прочитала этот роман. И поэтому настойчиво люди мне писали, что надо сделать ему продолжение. Но оно будет не совсем продолжением, то есть будет похожая история, так же, как и в этом романе, начинаться с преступления. То есть основная идея – это женщинам мало подвигов, им нужны преступления. Поэтому и вторая его часть тоже начнется неожиданно. Ну что же, ждем мы с нетерпением новой книги. Ринат Валиуллин, поэт, писатель, филолог, был студиала 78. Еще раз с праздником, со всеми. Спасибо, друзья. Всем удачи. Спасибо вам огромное. Счастья. Хорошего дня. Да.